Здравствуйте! Сегодня мы расскажем, как выбирать бронедвери. Мы сакцентируем внимание на реальных, практических рекомендациях людей, которые сталкивались как с монтажом бронедверей, так и с охраной и с безопасностью комплексов, в которых вскрывали эти бронедвери просто пачками. Мы расскажем о двух главных критериях качества дверей, на которые следует обратить внимание. Первое – это тепло-шумоизоляция и тот основной критерий, который на них влияет. И второе – это реальные критерии безопасности дверей. Какие двери легко взломать, какие взломать намного сложнее. И то, как за минимальные деньги выбрать максимально удобный и практичный для вас вариант. И в конце ролика специальный подарок для вас. Мы расскажем лайфхак, как злоумышленники выбирают объекты для взлома и то, как реально от этого можно защититься. Главный критерий в выборе дверей является жесткость конструкции. Именно то, насколько жесткий и крепкий короб дверей. И говорит о том, насколько у вас будет хорошее тепло-шумоизоляция, насколько мало будет у вас запахов из подъезда в самой квартире. Именно жесткость короба И является главным критерием в выборе конструкции двери. Потому что, если коробка будет деформироваться и будет состоять из очень тонкого материала и нестабильного по конструкции, у вас в минимальные сроки появятся щели, в которые будет попадать и запах, и холод, и шумы. Поэтому первое, на что следует обратить внимание, это именно на жесткость коробки двери. Как ее определить, мы сейчас расскажем. Также очень важной проблемой из-за потери жесткости конструкции двери является то, что когда вы пытаетесь закрыть двери, сама собачка не попадает в ответную планку и вам приходится сильнее закрывать дверь. Это и является признаком того, что коробка двери потеряла свою геометрию. Она уже деформировалась и вам нужно вызывать мастера для ее регулировки. Для того, чтобы этого не произошло и происходило немного меньше, мы расскажем то, как правильно выбирать эту коробку двери. Для того, чтобы определить максимально качественную коробку двери, вам нужно понять два принципа. Это либо же коробка двери должна состоять из гнутого металла толщиной хотя бы 2 мм, не 1,5, а 2 мм. Или если толщина металла составляет 1,5 мм, то это должна быть коробка труба, так называемая. То есть она замкнута по всему контуру профиля. То есть у нее нет открытых отрезанных частей элементов. Как это определить, мы сейчас покажем. Определить, где находится ответная планка замка. Вот. И эта ответная планка, она всегда замкнута по контуру. И вы там не увидите пространство и бетон. Потому что эти части всегда укрепляются. Поэтому проводить тест здесь смысла нет. Вам нужно завести руку за профиль, где находятся петли двери. И нащупать там наличие либо отсутствие отрезанного края профиля. Вы сразу это ощутите. Там должен быть закрытый контур. То есть вот эта вот часть, профиль, он должен быть замкнут по контуру. Такая конструкция профиля является максимально жесткой. Если же это обычный гнутый профиль без вот этой вот ответной планки, то вам нужно посмотреть, какая толщина металла у этого профиля. Если же вы берете массивную дверь, которая составляет значительный вес, и при этом у вас толщина металла полтора миллиметра, и при этом всем у вас гнутый профиль, а не труба, то есть у вас вот тут вот сзади этого профиля нету планки, которая закрывает контур трубы, то есть отрезанный край, то такая дверь может быстро потерять геометрию. Этот профиль деформируется быстро, у вас появятся зазоры, щели, и соответственно у вас в квартире будут и запахи, и минимальное тепло, и шумоизоляция. Следующим критерием качества двери мы хотим обсудить толщину, которая влияет на вес двери. Мы не рекомендуем гнаться за большой толщиной и весом двери, поскольку данная конструкция никаким образом, по нашему мнению, не влияет на тепло- и шумоизоляцию, но существенно производит большую нагрузку на коробку дверей, которая может деформироваться, и соответственно у вас появятся потом зазоры и щели. Мы считаем, что нужно выбирать дверь средней толщины, можно выбирать даже тонкую дверь, но в ней должно быть максимальное количество контуров, уплотнение, это раз, в ней должно быть хорошая базальтовая плита внутри, которая является максимально хорошим тепло- и шумоизолятором, и должна быть хорошая конструкция коробки. Многие консультанты и многие клиенты говорят о том, что чем массивнее дверь, тем тяжелее ее вскрыть. Я хочу, чтобы вы поняли, что злоумышленники выбирают объекты по нескольким параметрам. Они должны прийти, быстро вскрыть, никого не должно быть дома, и сделать это максимально тихо, чтобы не привлечь внимание. Поэтому никто не будет взламывать вашу дверь там, где у вас есть лист металла. Никто не будет ее взрывать, разбивать кувалдой, никто не будет ваши броненакладки пытаться сбить, потому что это привлекает огромное количество шума. Вы должны понять, что это должно произойти быстро, безопасно. Это должно произойти тихо. Никто не будет производить шумные работы. Поэтому выбирать максимально массивные двери с очень массивной броненакладкой. Никакого, на наш взгляд, смысла нет. Мы вам расскажем, как реально защититься от взломов. Как реально сделать так, чтобы злоумышленники обходили стороной вашу дверь. Это работает на практике. Мы опрашивали не производителей дверей. Мы опрашивали людей, которые охраняли жилищные комплексы. Следующим критерием качества двери являются контуры уплотнения. Контуры уплотнения – это то, какое количество этих уплотнителей у вас находится на полотне дверей. Бывают еще и на коробке. Эти контуры уплотнения. Конечно, их желательно, чтобы было три, минимум два. Потому что чем больше этих контуров уплотнения, тем менее шумные у вас будут удары при закрывании дверей. Меньше холода, меньше запахов из подъезда у вас будет, конечно. Но это дополнение как к качеству коробки. Потому что вот эти контуры уплотнения могут скомпенсировать недостатки искривления некачественной коробки. Поэтому контуры уплотнения – это хорошо. Их должно быть минимум два. Но главное, опять же, повторяюсь, это качество коробки. Это самое главное. Даже не качество металла вот этой вот двери, полотна. Это не играет такую большую роль. Потому что на полотне вот эти профиля, тут есть еще поперечные ребра жесткости, которые делают полотно двери очень массивным и крепким. Плюс еще МДФ накладки, которые с двух сторон держат. Эта дверь не скривится никак. Но эта дверь производит существенное влияние на коробку с помощью вот этих петель при закрывании, при открывании. Еще одним очень важным критерием качества двери является то, какие мастера у вас устанавливают ваши бронедвери. От мастеров зависит действительно очень многое. Самое главное, что они должны сделать, это если же двери некачественные и у них часто бывают в производстве какие-то проблемы, то геометрия вот этих коробок она является некачественной. То есть искривлены коробки. Мастера должны эти коробки правильно выгнать. Таким образом, чтобы не было зазоров между полотном и вот этой коробкой. То есть шумы, тепло и запахи не доносились из подъезда. То есть максимальное плотное соприкосновение коробки и полотна. Проверить это вы можете очень простым способом. Вы должны после установки двери произвести простое действие. Попробовать ее закрыть так вот легко. Она должна закрыться легко. Вы не должны несколько раз ее закрывать. Она должна легко и просто закрываться с минимальными усилиями. То есть собачка должна сразу же при минимальном нажатии попасть в ответную планку. Сразу же. Это будет говорить о том, что коробка плотно прилегает к полотну двери. Это первый момент. И второй момент, когда вы закрыли дверь, пройдитесь немножко по полотну. Понажимайте на него. Оно не должно существенно люфтить. Только на высоту уплотнителя. Также очень важным параметром тепло-шумоизоляции является то, какое наполнение у двери. Качественным наполнением у двери мы считаем именно базальтовую вату. Потому что это очень плотный материал, который не оседает, не теряет свою геометрию. И при эксплуатации, то есть закрывании-открывании повседневном, он не производит проседания и не увеличивает зазоры между каркасом и самим уплотнителем. То минеральная вата, на наш взгляд, при эксплуатации она способна оседать. Таким образом, зазоры у вас между каркасом и самой этой минеральной ватой могут увеличиться. Как максимально защититься с помощью бронедверей? То есть какие системы безопасности в бронедверях являются эффективными? Мы опросили ряд людей, которые являются не продавцами-консультантами или производителями замков или дверей, а людьми, которые как взламывают такие замки, ну, сервис есть такой, так и охраняют целые жилищные комплексы, в которых таких бронедверей очень много. Один из таких комплексов это 20 тысяч человек проживают в Киеве. Не хочу называть точно, но я думаю, вы все догадаетесь, если вы находитесь на территории Киева. Есть несколько критериев, по которым злоумышленники выбирают двери и то, какие двери являются самыми уязвимыми. На сегодняшний день соцсети и научно-технический прогресс позволяют открыть любые двери за считанные минуты. Будь то электронные замки, будь то замки четвертого класса, будь то сувальдные замки с ключом-бабочкой, будь то обычные цилиндрические замки. Это все открывается за считанные минуты. Поэтому вам при выборе системы защиты дверей нужно понять несколько критериев. Когда злоумышленник выбирает объект для взлома, ему надо сделать это А. Быстро Б. Тихо В. Никого не должно быть дома. Вы должны понять, что сегодня злоумышленники активно общаются через соцсети. И любые проблемы с вскрытием замков они обсуждают активно и помогают активно люди. Это у них такой как бы спорт. С другой стороны, научно-технический прогресс на сегодняшний день позволяет найти такие отмычки электронные, которые за минуты способны подобрать любую конфигурацию ключа. Поэтому защититься с помощью одного замка у вас не получится. Основным критерием в выборе системы защиты вашей двери мы считаем несколько вещей. Первое. Это вы должны выбирать ту дверь, которая минимально привлекает злоумышленника по стоимости. Поэтому, если вы выбираете замки со встроенными броненакладками, злоумышленник видит, что это замок четвертого класса. Злоумышленник видит общую стоимость дверей. Это его привлечет. Даже если это замки разной системы. Цилиндрические, сувальдные замки. Неважно. Для того, чтобы минимально привлекать злоумышленника, дверь визуально должна выглядеть довольно скромно. Спросили ряд людей из охраны жилищных комплекс и самыми наименее вскрываемыми замками являются именно замки новых систем, о которых наименьшее количество информации в интернете, ютубах, фейсбуках и всех остальных соцсетях. И о которых люди, которые сидят на зонах, знают меньше всего. Потому что там есть специальные мастера, которые занимаются целый день изучением новых систем. Поэтому, при выборе замков, вам нужно руководствоваться несколькими вещами. Первое. Это желательно, чтобы замки были новой системы. Второе. Чтобы эти замки были наименее распространенные, о которых наименьшее количество информации. То есть, не бойтесь новых брендов, не бойтесь новых разработок в тех же самых брендах, которые уже представлены на рынке. Для того, чтобы максимально защититься с помощью вашей двери от злоумышленников, вам нужно подумать о том, чтобы сделать минимальной стоимости двери, но поставить обязательно пульт охраны с сигнализацией. Обычно они приезжают за 8 минут. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы остановить какое-то ограбление. Это первое. Потому что, если есть пульт охраны, его можно деактивировать, но имея специальное оборудование. Второе. Это есть специальные замки скрытые, о которых ничего не известно, глядя на полотно двери. То есть, если здесь понятно, что это замки четвертого класса, что это сувальдные замки, ты понимаешь, какие тебе отмычки нужно выбрать, то в скрытых замках, которые ты открываешь с помощью пульта, непонятно, в какой части они могут находиться и что они вообще есть. То есть, для определения этого замка нужно еще брать одно оборудование. Обычно, когда человек идет на дело, он не берет специального оборудования, он уже спланировал то, что он возьмет с собой, потому что много он не может тащить на себе оборудование. Поэтому, вы, если же поставите и в комплексе с обычными замками еще и скрытый замок, и плюс еще пульт охраны, и плюс еще у вас будет дверь визуально не особо выделяться дороговизной, вероятность тому, что вашу дверь вскроют минимально. Или, по крайней мере, для того, чтобы вскрыть вашу дверь, нужно иметь огромное количество разного оборудования для определения, для деактивации сигнализации и всего остального. Поэтому, если вы хотите сэкономить и получить максимальный эффект от вашей защиты, вам нужно учесть этих четыре фактора. скрытый замок, желательно, который вы открываете с помощью пульта, то есть, его не видно снаружи вообще, что он существует, электронный замок, так называемый, пульт охраны, минимальная стоимость двери, ну и поставить, конечно, замки, на ваше усмотрение, то, что они будут четвертого, третьего, второго класса, на наш взгляд, это не имеет никакой разницы, они все вскрываются за минуты, просто четвертого класса немножко дольше придется вскрывать. Что не стоит обращать внимание по нашему мнению при выборе дверей и что являются тем, за что не стоит совершенно переплачивать. Первое, это ночник, то есть, когда вы изнутри закрываете дверь и считаете, что вы максимально защищены. Если же, конечно, вашу дверь будут взламывать спецслужбы, то, ну, рано или поздно вы все равно попадетесь им в руки, поэтому это делать, ну, наверняка, неэффективно, скажем так. Бояться того, что, когда вы будете находиться в квартире, к вам придут злоумышленники для взлома, не стоит, потому что это противоречит основному правилу прийти тихо, забрать быстро и уйти безопасно. Поэтому, когда вы закрылись дома на ночник и кто-то будет планировать поход к вам на какое-то дело, вероятность этому минимальная. Поэтому, как таковой, ночник не поможет вам никаким образом, потому что вы закрыть его можете только изнутри сами, а в этот момент никогда злоумышленники не придут вас грабить. Поэтому, ночником вы можете исключительно удовлетворить свое психологическое внутреннее состояние, но никак не защититесь реально. Второй момент это дороговизна броненакладок. Броненакладки на самом деле да, вот такие вот встроенные, они не собьются кувалдой, они не высверлятся с помощью шуруповерта или сверла какого-либо. Но думать о том, что кто-то будет производить очень громкие шумные воздействия с вашей дверью это просто глупо. Никто таким заниматься не будет. Поэтому если вы думаете о том какой поставить замок с броненакладкой или без я вам рекомендую лучше поставить скрытый замок. Я вам рекомендую лучше сэкономить деньги на пульт охраны. Это действительно дезориентирует злоумышленников. То вот такие вот замки вскрываются легко специальными отмычками. Да, четвертого класса они вскрываются немножечко дольше. Но они вскрываются и чем лучше мастер тем он быстрее их вскрывает. И каждый день производится новое оборудование которое позволяет вскрывать любые системы замков за считанные минуты с электронным подбором отмычек. Поэтому не стоит на это рассчитывать серьезно. Только диапазон разных систем охраны позволит вам защититься максимально. Такие замки они не сбиваются и не высверливаются. Да, но они легко открываются отмычкой. Поэтому на наш взгляд серьезным комплексом защиты это не является. Первое что вам нужно понять это какой тип профиля двери вы собираетесь выбирать. Это самый главный момент в тепло-шумоизоляции и в запахах которые будут доноситься из подъезда. Чтобы понять какого качества профиль вы должны пощупать его заднюю стенку там должен быть закрытый металл там должен быть не отрезанный край а закрытый металл то есть если вы выбираете дверь с тонким металлом то у вас обязательно должен быть там закрытый контур дверей то есть вы должны руку просунуть за профиль и нащупать там закрытое пространство если вы выбрали массивную дверь она этот профиль деформирует если он будет тонкий если он не будет так называемой трубой то есть замкнутый это первое второе для максимальной безопасности выбирайте замки разных систем выбирайте замки новых разработчиков новые системы старых брендов но не выбирайте распространенные замки о которых информации очень много чем более распространенные известные марки тем быстрее их вскроют тем больше вероятность того что их вскроют выбирайте разные системы поставьте пульт охраны поставьте скрытые замки поставьте обычные замки чтобы человек который планирует поход к вам во первых он посмотрел что дверь у вас не отличается особой дороговизной что у вас аж 4 системы охраны 2 из которых он не подразумевает даже что там происходит у вас за дверью то есть это мы говорим про скрытый замок то этот человек даже если спланирует поход и решит к вам все-таки зайти он наткнется на огромное количество проблем ему нужно брать с собой огромное количество специального тестового оборудования и вероятность этому будет минимальна то есть если он даже решит это сделать у него это не получится сделать сразу третий на наш взгляд абсолютно не стоит гнаться за большой массой и весом двери потому что зачастую вот эти коробки делают из очень тонкого металла как бы его не укрепляли но он часто составляет полтора миллиметра если он сделан как труба то есть замкнутый контур да он является более крепким но все равно если очень высокая масса двери она производит большую нагрузку на конструкцию короба и он деформируется то есть вы потеряете тепло-шумоизоляции и соответственно в запахах